Всем привет, дорогие наши друзья! Безумно рада видеть вас у нас на канале, у нас в гостях. Всегда просто ждем с нетерпением ваши комментарии. Спасибо большое, что вы их пишете, задаете вопросы. Кстати, пишите комментарии у нас в Яндекс.Дзене, в Телеграме. В Телеграме, кстати, муж у меня выкладывает постоянно какие-то новые события, и вперед меня это делает, поэтому там намного интереснее. Вы можете туда пройти и там посмотреть. К тем, кто еще не подписался на нас в Телеграме, оставлю ссылочку в описании. Пройдите и, конечно же, подпишитесь на нас в Телеграме. Ну а сегодня я хочу вам рассказать, какая у нас с нашим Алешей победа в этом году. Летом он научился читать. Это огромная радость как и для Алеши, так и для меня, потому что это в корне решает многие вопросы. Он теперь может сам садиться почитать, поизучать и еще что-то поделать. Забегая немножко вперед, хочу сказать вам, что сегодня буду делать вам обзорчик одной интересной платформы. Называется она Logic Like. Чисто для того, чтобы вы смогли с ней познакомиться, потому что для меня это была находка. Вот реально вам говорю. Мне очень понравилось. Хотя я противник всяких компьютерных игр и так далее, тем не менее нашла прекрасный выход, чтобы ребенок мог в процессе игры научиться думать, развивать свое мышление и логику. Это на самом деле очень важно и это огромный фундамент для дальнейших успехов в школе. Это я поняла на старших детях. Так что кому интересно, вы прям посмотрите этот мини-обзорчик. Вот прям от души вам рекомендую. Очень интересная платформа. Так что поехали. Дорогие друзья, мы хотели с вами поделиться Алешиной маленькой такой победой. Этим летом, вы знаете, Алеша научился читать. Ему сейчас 6,5 лет. Обычно у меня детки все начинают читать лет с 5. Ну, Алеша немножко попозже, в общем, это все устроилось. Но, слава богу, мы теперь читаем. Да, Алексеюшка? В общем, как я вам уже и сказала, обычно у меня вот старшие дети, они начали читать достаточно рано. Нюра у нас так вообще начала в 4,5 года читать. Девчонки старшие, ну, в 5 уже точно читали. И Тишуня тоже как бы быстро начал читать. У Алеши что-то это все никак не давалось. И вы знаете, я нашла выход очень интересный. Чтобы ему не было скучно и неохота, я нашла такую интересную платформу, Логик Лайк называется, чтобы совмещать не только, чтобы у него были занятия по чтению, а чтобы было и чтение, и развитие мышления, логики, да, математические какие-то занятия. Так вот, платформа Логик Лайк отвечала всем моим требованиям. Поэтому у нас это дело быстренько пошло на лад. Алешу не надо было уговаривать, чтобы он садился заниматься. Не надо было ничего ему там придумывать, еще что-то. Он прекрасно занимался чтением, потом с удовольствием занимался уже на платформе Логик Лайк. Сейчас я вам немножко расскажу, что же это такое за платформа. Логик Лайк – это такая платформа для развития у детей логики и мышления с 5 до 12 лет. Все очень доступно, просто. Прямо специально адаптировано все для каждого возраста. Это очень удобно. Сейчас хотела вам наглядно показать обзор немножко сайта такого сделать, чтобы вы тоже посмотрели, как это все интересно и действительно прям затягивает. Логик Лайк существует с 2013 года и имеет полный комплекс тем для развития логики, мышления, памяти и внимания ребенка. Здесь нет, кстати, никаких реклам и сторонних ссылок. Это просто огромный плюс. Можно спокойно оставить ребенка заниматься самостоятельно за компьютером и не беспокоиться совершенно. Над самой платформой работает целая команда педагогов, психологов и методистов с 20-летним стажем. Также здесь представлено более 3000 увлекательных задач любой сложности. Благодаря заботе о здоровье вашего ребенка логик Лайк позволяет гибко настроить и контролировать время для занятий, чтобы глазки вашего ребенка не уставали. Все задания идут с озвучкой. Это позволяет ребенку заниматься без присутствия взрослых. Еще один огромный плюс. Логик Лайк мультиплатформен. То есть можно заниматься с компьютера, телефона или планшета. Это позволяет автоматически сохранить прогресс. А еще Логик Лайк имеет дипломы, сертификаты и награды. Благодаря постоянному обновлению и добавлению новых задач Логик Лайк помогает прекрасно дополнить школьную программу. Все занятия очень увлекательные и в игровой форме. И также продумано все, чтобы ребенок не заскучал. Герои, достижения, награды и рейтинги. Дорогие мои, вы можете прямо сейчас нажать на паузу, перейти по моей ссылочке в описании и получить 7 дней бесплатного доступа ко всем курсам для пробы, чтобы Логик Лайк помог и вашим детям научиться думать. Сделал дело, гуляй смело. После занятий мы поехали в Китбург. Вот смотрите, сколько профессий много и дети полностью самостоятельно 7 лет могут передвигаться и работать идти. А малыши у нас пришли вот сюда с папой, мальчишки. Город строителей. Знаете, видела у кого-то, в видео ходили. Очень интересное место как раз для мальчишек. Ну вот по ценам смотрите. Очень хочется, чтобы у детей было насыщенное лето. А поскольку мальчики у нас любят такой транспорт строительный, прям вот этот торговый развлекательный центр для нас был находкой. Федя, он обожает тракторы. Лука тоже любит всякую стройку, все такое. И вы знаете, так здорово они там провели время. Приехали уже уставшие, наигрались. Старшие, к сожалению, мы там не снимали, потому что старшие сами в Китбурге там по профессиям ходили. Но им тоже очень понравилось. Это город профессий и там много чего интересного. В общем, все приехали с впечатлениями. Еще Алеша у нас побывал на ферме. Там же вот в город строителей есть маленькая ферма. И очень интересно, что там можно было подоить корову и покормить маленького теленочка из бутылки. Сейчас я вам вставлю отрывочек. Молочко дает корова, да? Давай, набирай еще. Такое ощущение было, что больше всех устала Маруся. Потому что, когда приехали, она прям так вырубила свои кроваточки с такой чудесной музыкой. А я поняла, что у меня вообще практически продуктов никаких нет. И решила по-быстрому заказать в магазине Перекресток. Вообще, очень люблю этот магазин. Уже привезли продукты из Перекрестка, которые я заказала совсем недавно. Вы заметили, как быстро привезли? Я сама вообще не заметила, как пролетели 15 минут. Заказала я в 35 минут, в 50 мне уже курьер прозвонил и сказал, что он около двери. Представляете, так быстро. Хотя заявлено 60 минут на доставку. В общем, не успела даже сесть с детьми позаниматься и еще что-то сделать. Уже привезли продукты. Здорово. Ну вот, в принципе, продукт, который я заказала. Совсем немного, потому что это так разовый забег в магазин Перекресток. Смотрите, взяла мясо. Это свининка. Она сейчас по акции. Взяла вот такую колбаску. Она тоже по акции. Это у нас фарш говяжий. Сейчас вам расскажу, для чего мне это все надо. Взяла яйца. Яйца сейчас вообще очень выгодно там купить. Вот такие именно. Они по 49 рублей. Представляете? Вот такие крупненькие, хорошие. Согласитесь, вообще недорого. Сметану взяла. Взяла детка мороженое. Тоже она по акции. По 49 рублей. Также взяла вот такие вот карамельные лапки. И шарики у нас закончились. Взяла еще перца много. Потому что я хочу, в общем, сделать фаршированный перец. Поэтому взяла и фарш, и мясо. Так, взяла бананчики. Кто-то у меня с детей просил. Они вообще у нас не очень ходовые бананы. Но вот 4 штучки взяла. Посмотрим. Главное, чтобы не испортились. И взяла баклажанчики. Так что вот такое вот у нас сегодня разнообразие продуктов. Наверное, многие уже из вас пользовались этой доставкой. И прекрасно знают все ее преимущества. Что не надо никуда идти. Не надо тащить тяжелые пакеты. Оставлять с кем-то детей. Еще, вы знаете, я научилась экономить таким способом. Потому что, когда я иду в магазин, мне всегда хочется взять еще что-то с полок. Интересное, вкусненькое и разное. А тут я заказала четко, что мне нужно по списку. И, в принципе, сэкономила. Что мне больше всего нравится именно в магазине Перекресток, так это огромный ассортимент продуктов, товаров. Все акции и цены полностью совпадают с магазином Перекресток. И еще есть всякие скидочки. А еще для новых клиентов Перекресток приготовил промокод на 400 рублей при заказе на сумму от 1800. Можно даже, знаете, ради интереса попробовать, заказать там продукты и сэкономить как минимум 400 рублей, время и силы свои. Промокодик вот этот вот оставлю вам под видео в описании и ссылочку на приложение. Скажу вам честно, что всегда пользуюсь приложением Перекресток. Очень удобно и вообще, наверное, я там постоянно клиент, поэтому, друзья, тоже попробуйте. В принципе, вы ничего и не потеряете. Итак, друзья, у нас уже тут морковочка, лучок пережарились. Сейчас добавлю сюда помидорчик резанный. Это все у нас для фарша, для перчика. Чтобы перчик зафаршировать вкусненько, будет вот такая вот у нас начиночка. Сейчас я еще посолю немножко. Помидоры прям очень хорошие. Помидорчики я покупаю, знаете, вот на рынке, как я показывала, и оставляю в миске на окне, чтобы они стали такие покраснее, повкуснее, можно сказать. Вот, сейчас немножечко посолю. Все-таки понравилась мне моя вот эта штука. Помните, я вам, не знаю, показывала, нет, купила набор такой электрических мельниц. Очень здорово. Она еще оказалась подсветкой. Я не знала об этом. Вот. Оставив остывать пережарку, я решила быстренько перекрутить мясо, чтобы потом перемешать фарш такой и такой. И уже делать такую начинку полноценную для фаршированного перца. Вообще, всегда мне казалось, что это очень сложно. На самом деле, все легко. Ну, дорогие друзья, у нас уже все, я замешала. Фарш весь с помидорчиками, с пережарочкой, в общем, с нашей. Сейчас будем с вами фаршировать перчики. Вы знаете, у меня одно время дети вообще не любили это дело. Именно кушать перцы фаршированные, не фаршировать их, конечно, вот. И вот буквально недавно прекрасно стали их кушать. Даже не знаю, в чем секрет, в чем подвох. В общем, перчики мы заполняем не до конца, чтобы они смогли потушиться. В общем, как надо там потомиться. Некоторые дети у меня, кстати, не едят перец, выковыривают оттуда все, что вкусненькое. А перчик не едят. Но на то они дети, чтобы выбирать, что им кушать, что им не кушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы с вами доуложим в казанчик перчики наши. Я их обычно выкладываю на тарелку, а потом уже в казан кладу, чтобы вообще можно было понять, сколько у меня чего получится. Вот еще, знаете что, будем с вами складывать сюда кабачок. Кабачок, кстати, из Ириного огорода. С Ирочкиного. Значит, сложим еще сюда кабачок и помидорчик. Сверху вот так сделаем. Детки очень любят, вы знаете. Вот. Кабачок прям такой очень красивенький, желтенький. И лавровый лист тоже надо обязательно положить. Сейчас мы его с вами туда все это затолкаем. И будет вкуснятина у нас с вами. Вообще такое летнее, мне кажется, это блюдо. Почему-то у меня ассоциируется оно с летом. Я вообще не любитель. Вы знаете, когда мы ездили в Черногорию, очень интересно. Там это блюдо очень распространено. И мои дети, они одно время просто вообще не могли видеть этот болгарский перец, потому что у них ассоциировалось с Черногорией. А там мы просто ничего другого из того, что привыкли кушать, не ели. Там у них не приняты супы какие-нибудь. Вот так кладем помидор тоже с вами. Прямо вот так вот его сюда засовываем куда-нибудь. Разные помидоры у меня тут мои. Так, сюда, сюда запихнем. Для вкусу, для сочности и вкуса. И вот в Черногории, конечно, мы соскучились и по супу. Просто по обычной картошке даже. Там у них только картошка фри, только бургеры какие-то. Во всех кафешках, даже дорогих ресторанах. Я помню, там такая рыба была вкусная, бронцина называется. И мы такие, ой, какая вкусная рыба, туда-сюда. А потом говорим, а что это вообще за рыба-то? Она говорит, да это сибас обыкновенный. Мы такие, ух ты, ничего себе. Так, ну вот положила я помидорчики. Беру свою чудо-мельницу с перчиком и солью. И вот так посолю сейчас. Именно помидоры надо посолить, потому что они не соленые. Были. Чтобы не пересолить особо. Вот. И еще, смотрите, друзья, в таком ковшке у меня водичка тоже подсоленая. Я заливаю наши перчики. Где-то, наверное, до уровня. Вот, ну вот так вот. Чуть больше половины получается. Нет, еще надо немножко. Ну, в общем, все, водичку вылили. Получилась красота. Сейчас покажу, какая. Ставим всю эту красоту бесподобную на плиту. Пусть там томится. А пока поведу вас в комнату к мальчикам и покажу вам один прекрасный, чудесный фокус. Далее хочу вам раскрыть секрет этого фокуса, чтобы вы тоже смогли его у себя в квартире или в доме применить. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...